будда в городе подкаст разговоры в лунном свете ну давайте поговорим вы может быть сформулируете вот ваш вопрос как может он как-то по-новому сформулируется не как в письме что-то добавится вот что за вас вопрос ко мне был и остается за тема для обсуждения тема такая что когда началась наша группа и когда практика стала больше дольше регулярней в общем когда практики стало больше стали происходить всякие интересные штуки ну например это проще объяснять по примерам я пытаюсь сейчас сделать инстаграм свой тоже на тему там практика осознанности для детей и никак не могла сформулировать темы для постов ну как-то вот в общем творческий был такой процесс и часто бывало что во время практики как только садишься и только настраиваешься уже начинают какие-то идти но не бытовые мысли как обычно у нас а какие-то вот прям ответы ну то есть мне прям начали структуру я прям увидела темы начали структурироваться все 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 во время во время медитации во время практики ну когда это было регулярно формальная практика и когда ты садишься в настройку и вот только попадаешь в это как бы закрываешь глаза только начинаешь все она сразу начинает идти и практиковать потом сложно потому что ты в таком взбудоражном состоянии счастливым хочется бежать и все это описать создавать и так далее вот но потом но это вроде как то еще объяснялось у меня в голове внимание направляю медитирую какое-то пространство освобождается скажем лави для творческих идей но потом начали происходить еще более интересные вещи там например ну то что я вам рассказывала когда у меня был сеанс массажа вечером который основан на прикосновениях ну как бы только на прикосновениях к телу и нас но и он такой тоже медитативный процесс достаточно там очень сильно ну как соприкасаешься соединяешься с человеком который это делает и мы тоже говорили с моим мастером массажа про то как помогают прикосновения вот и на следующее утро я когда проснулась и открыла телефон за завтраком увидела ваш прямой эфир как раз в котором вы говорили про прикосновения про то какое они оказывают влияние на нас ну то есть вот как будто пространство начинает не знаю в одну какое-то вот одно пространство для всех вокруг создается я думаю о каком-то человеке и в этот момент он мне пишет какие такие вещи которые похожи на ясновидение и вот эти все вещи вот но внутри как бы я чувствую что это но это очень приятное чувство то есть в моменте бывает это даже меня в какой-то момент немножко испугало потому что я вот тоже вам рассказывала подруга должна была родить и я прям увидела число 14 ну вот не знаю оно было близко в принципе но она могла 13 15 16 родить когда угодно но я искала ты родишь 14 она родила 14 и в тот момент я немножко испугался бы так это уже интересно но оно очень приятное то есть но по ощущениям это как будто какая-то тайна не знаю жизни тебе открывается как будто же ты вот открываешься жизни пространство и оно как будто тебе начинает подкидывать свои ресурсы будто бы там больше какой-то цельности возникает целостности да ощущение телесно после таких или во время таких штук оно какое-то очень приятное как будто ты ну не знаю соединяешься с пространством с миром как будто вот целое как будто тебя это принимает это очень приятно и у вас есть вопрос какой-то вопрос что это такое что это такое ну это тайна на этом на этом нужно разговор закончить ну действительно вот то что описали но мы можем разложить это сильно как два таких два пункта здесь разобрать первые вот это когда про инстаграм как раз что когда мы медитируем часто мы вроде бы у нас есть какая-то задача такой формальной практики но вот куда-то направлять внимание делал что-то с этим да с собой в этой практике и тут вроде бы начинает что-то сильно приходить вот важное важное для для вас это важное было про этот инстаграм то есть идеи какие-то но не касающиеся самой медитации и это происходит часто со многими людьми со мной регулярно происходит и происходило на протяжении всей моей жизни и практики и буквально вот опять не так давно одна из участниц нашей группы мне тоже написал примерно о том же да вот такой же она вопрос задала вот я сажусь медитацию начинаю и мне начинают приходить какие-то важные для меня для жизни ответы что меня в принципе ну как бы отвлекает от той формы упражнения которым предполагается делать и вот что с этим делать но и во первых как мы можем это объяснить но опять это вот самое такое лучшее объяснение что тайна тайна сознания но если мы предположим что как именно это работает но у меня лично такое объяснение что сознание это некая цельность некое нечто такое огромное в общем то даже если мы если мы говорим о неком там индивидуальном сознании говорим что вот я есть я организм личность и у меня есть сознание даже если мы на этом вот останавливаемся на таком восприятии себя как отдельного хотя это уже сомнительно но в общем предположим что я отдельно и что у меня именно есть сознание то даже здесь ну это и современная психология об этом начиная там с фрейда рассказывает и там буддизме тоже есть в некоторых направлениях буддизм это есть но и в целом наш опыт даже повседневной жизни он нам это может показывать что мы это не только та часть которую мы вот осознаем непосредственно да вот воспринимаем или те мысли которые мы думаем сейчас то есть у нас есть но нечто что находится как бы в такой невидимой сфере то что он психоанализ назвал подсознанием да и после этого там начались разные там течение психологически работающие с этим и имеющие это в виду что у нас есть такая сознательная часть как бы на поверхности то что мы отсюда осознаем вот в повседневной жизни есть как это огромная бесконечно огромная часть бессознательно который тоже есть на просто мы ее не видим это тоже но что значит сознательным и бессознательным это всё сознание всё сознание Просто есть какая-то невидимая часть. Ну, и здесь метафоры ледяного айсберга, что на поверхности мы видим этот небольшой кусочек, а там под водой гораздо больше льда, чем мы можем видеть. И, например, когда это показывается нам во снах, например, и поэтому психоанализ, он начинался с работы со сновидениями, так как сновидения, вот как Фрейд это рассматривал, как такое, как он говорит, королевская дорога к бессознательному. Действительно, там какие-то образы, какие-то переживания, выходящие в сознание в виде образов. Но откуда они выходят? Откуда-то вот из этой глубины, из какой-то пучины этого бессознательного? Юнг к этому добавил еще, то есть он расширил это как раз от такого индивидуального сознания, от какого-то моей личной истории, моего личного какого-то переживания себя как отдельности, до вот такого универсального сознания, когда там архетипы, то есть он назвал эти какие-то основные части, что ли, вот этого сознания архетипами, основные элементы, которые характерны для очень многих людей, ну так же, как вот у нас есть в теле, одинаковое количество костей, или одинаковое количество мыслей, одинаковое количество мышц. Аня, вы здесь? Просто у меня картинка зависает. Так, сейчас я попробую. Ага, вот так она оживилась, картинка. Вот, то есть у нас есть одинаковое количество мышц, костей, там, органов, какое-то более-менее одинаковое устройство. Бывают там особенности, конечно, какие-то, ну там, рост, вес, какие-то тонкости тех же самых костей, их толщина, то есть структура, там, много чего есть индивидуальных особенностей, а уж в мышцах тем более. Ну, в общем, понятно, что у нас индивидуальные особенности есть, на лица наши посмотреть, да, но у всех есть лицо какое-то, вот лицо есть. Соответственно, вот здесь мы можем увидеть через эту метафору, что лицо есть у всех, но у нас у каждого оно по-разному выражается, как-то определенным, уникальным образом. И вот то же самое в психике, если есть эти архетипы, они характерны для всех людей, но они как-то воплощаются в жизни по-разному, у каждого из нас. И, ну, вот это относится вот к этому огромному, огромному пласту бессознательного, и какие-то вот процессы, внутренние течения этого, там, океана, которые существуют, но к которым у нас нет доступа вот прямого. И когда мы говорим о творчестве и о решении каких-то творческих задач, то тоже уже такое ни Бином Ньютона, любой человек, который профессионально занимается творчеством, он подтвердит это. И как, собственно, рождаются наиболее интересные творческие идеи. Они чаще всего рождаются, когда у человека возникает это переживание некой, ну, вот, цельности, когда он может не, знаете, не очень цепляться вот за какой-то идеей, потому что когда мы цепляемся, мы действительно как бы выделяем вот эту вот часть очень специфическую вот этого нашего сознательного внимания, и оно узкое, в общем-то, да, это такой узкий луч внимания. И он как бы ограничивает нас, он отрезает нас фактически от вот от того большого поля цельности, где решения могут быть более творческими, могут быть какими-то более оригинальными и более цельными тоже. И поэтому очень многие творцы в той или иной области, они использовали это. Ну, например, известный такой пример Эдисона, вот этот был изобретатель Эдисон, он специально для себя, он тренировал себя в такой вот, в таком трансовом состоянии. То есть он сам это для себя изобрел, потому что во времена Эдисона еще не было развитых вот этих каких-то на Западе школ, там способов медитации или каких-то способов изменения состояния сознания. Вот он сам изобрел такой способ. Он садился в кресло, брал в руки такой тяжелый металлический подшипник, шар такой вот большой, крупный такой подшипник, чтобы в руке умещался так прям в целой ладони. А под рукой клал железный поднос. Сидел в этом кресле. И начинал так это задремывать потихоньку, засыпать. И потом, он когда задремывал, у него эта рука разжималась, подшипник падал, ударялся об поднос. Значит, он просыпался, брал этот подшипник и опять сидел. И вот так он приходил к какому-то такому состоянию между сном и бодрствованием где-то. И вот по его опыту он говорил, что именно в этом состоянии ему приходят наиболее вот эти творческие идеи. То есть, он большинство своих изобретений, по его словам, он совершил, в общем, в этом состоянии. Ну и там известный случай, что этому Менделееву приснилась эта таблица. Поэтому, что здесь очень важно, что, знаете, есть анекдот, что таблица Менделеева приснилась сначала Пушкина, но он ничего в ней не понял. Действительно, очень важно, что она приснилась Менделееву, не просто так она не зашла к нему, как с неба, к какому-то совершенно чуждому химии человеку. Нет. То есть, он, понятно, что этот человек очень много времени посвятил химии. Он очень много как раз уделил внимания этому, сознательного внимания. Он очень много выучил про это, он очень много знал про это. Алло, Аня. Да, я тоже. Да, вот здесь, да? Вот. Но при этом собралось это вот в такую цельность, вот в эту таблицу, не через его вот это сознательное усилие, а через такое как раз отпускание во время сна. Да, это пришло к нему вот именно откуда-то, из какой-то глубины, как-то вот это обширное сознание, в которое включено бессознательное, оно собрало это все в едино. Вот. И поэтому в медитациях, фактически почти в любых наших, ну, во многих практиках медитативных, это тоже происходит. То есть, мы приходим к какой-то большей цельности, и то, что вы сказали, вот это преувеличение количества времени, действительно, это возникает. Потому что действительно что-то там, мы не можем это описать, вот опять же, как-то разобрать это на части, как механизм какой-то. Но, видимо, как мы можем это оценить, что-то собирается внутри, именно возникает некая цельность, которая выдает ответ на вопрос, о котором вы думали перед этим, но не знали этого ответа. То есть, вы как бы думаете, как мне с этим Инстаграмом, что мне там делать, как мне делать. Вот это, в принципе, это хороший вообще-то способ, ну, какой-то творческой реализации. Да, то есть, как бы прям способ. Еще есть такой, один из моих любимых комиков, вообще людей, у кого я учусь, вообще жизни, можно так сказать, Джон Клис. Такой вот, наверное, знаете, это один из Монти Пайтонов. Вот их было пять человек. И, собственно, один из них, вот Джон Клис, группа Монти Пайтон. И он много изучал тоже процесс творчества, как вообще происходит. И вот он тоже говорил об этом, что важно для него создать, ну, так как это все-таки такой комический процесс, там важно, ну, игривость определенная. То есть, важно создать было для него такую ситуацию легкости определенной, да, когда, ну, как бы игривости, когда нет обязательности какой-то. Потому что это вот обязательность, мне надо, вот надо. Она создает напряжение. и уводит нас, опять же, от этой цельности переживания. Она как-то выделяет вот какую-то очень такую узкую часть, там, задачи, ограничивая, как бы, создавая фактически какое-то туннельное видение, да, ограничивая какой-то более широкий взгляд, где как раз и находится все творчество. Потому что творчество – это всегда нечто неожиданное, нечто не накатанное, не на рельсах стоящее. И, получается, чтобы к этому прийти, вот важно как-то облегчить, облегчить сознание, облегчить себя. И поэтому вот, ну, как бы, он специально создавал такие условия, вот они так, как они творили в основном в компании, ну, вот в парах или в тройках в этой группе собирались, то каждый там мог писать по отдельности, потом они начинали как-то тем обмениваться. Из этой вот игры такой совместной рождалось нечто новое, новый какой-то скетч, который они потом там снимали. Ну, то есть, опять же, принцип тот же. Нам важно уйти от вот этого сознательного такого гиперусилия, да, что добиться. Потому что творчество, оно так не работает. Творчество работает именно, оно исходит из этой вот цельности, переживания. Вот, поэтому, ну, вот здесь действительно, я, например, тоже это использую. Я какую-то себе даю задачу, как-то вот о чем подумать. Мысль какой-то, какой-то вот что-то мне важно про что-то, ну, например, написать, да. Или, ну, какое-нибудь, ну, про что-нибудь придумать, да, вот, может быть, в разных сферах. Я даю себе задание, я могу там начать писать про это, например, думать как-то, а потом мне важно это отпустить и так или иначе уйти из этого процесса. То есть переключиться на что-нибудь другое. И потом действительно в самый неожиданный момент это может прийти. Ну, вот, у меня, например, часто бывает, если там я с вечера или просто в предыдущий, накануне думаю про что-то, потом утром я сажусь, и иногда это бывает действительно в медитации приходит, и тогда я просто отвлекаюсь и записываю, ничего страшного, нет в этом, если могу потом вернуться к медитации. Ну, я просто могу записать коротко, там, как-то пометить себе, вот, что про это еще потом нужно. Ага, вот идея есть, про это надо еще будет пододумать. Вот, но часто я именно вот такое у меня, давай, так как я много там никаких текстов пишу, то вот я вначале набрасываю что-то, какие-то идеи, потом это оставляю, и потом возвращаюсь, например, на следующий день. И опять смотрю на он взглядом, и очень часто мне приходят эти новые идеи вот в этом процессе. Само письмо тоже мне важно, как что я пишу, 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 что приходит в голову, не цензурируя это, опять же, не цензурируя вот этим своим таким сознанием, которое вот над всем, да, вот контролирующим таким сознанием, а чтобы все было правильно сразу, да, я как-то стараюсь это отпускать, чтобы оно писалось, как пишется. Потом уже, как бы, это уже последний этап, когда вот это самое сознание, как редактор или цензор, он может там как-то все отредактировать и собрать действительно в какую-то форму удобоваримую. Вот, ну, то есть это вот первая часть, что и она нам как-то, я думаю, что даже с точки зрения какой-то, ну, такой не мистической, и вполне себе там рациональной, она понятна, да, что мы уже понимаем, что мы это вот, когда мы говорим о себе, что есть еще какая-то часть вот этого бессознательного, которую тоже нужно учитывать. И вот в творчестве она очень важна в поиске творческих идей каких-то. И, ну, и тут вот прям есть способы, есть какие-то методы, как туда приходить. Да, ну, и последний, наверное, аспект здесь, что вот как раз то, что спросила наша участница еще, что же, как же быть с медитацией. Ну, здесь я бы рекомендовал не бояться этого, действительно, просто отмечать, как-то записывать, потому что, ну, а для чего мы медитируем? Мы медитируем, чтобы вообще-то в разной области жизни нашей как-то лучше работали, да. И, соответственно, если творчество и какая-то творческая реализация такая важная для нас часть, то почему бы не использовать медитацию для этого? Кстати, еще из таких известных случаев этот, господи, Дэвид, Дэвид Линч, Дэвид Линч, он же известный такой медитатор, он просто использует трансцендентальную медитацию, но он и такой популяризатор ее большой, и он книжку написал про это, вот как раз про связь медитации и творчества. То есть, что он вот эти свои идеи фильмов, он как раз, ну, черпает вот в практике медитации. Книжка есть на русском, я не помню, как она называется, что-то там про рыбу, по-моему, ну, в общем, прогуглите, Линч, и вот книга, она есть точно на русском, но и на английском, понятно. Вот. Это первое, это вот такое достаточно рациональное, понятное нам, не очень, может быть, пугающее еще эффекты такие, да. А второе, вот, то, что вы сказали, какое-то, ну, иногда мы этого смотрим как ясновидение, иногда как нечто, вот какое-то совпадение, да, с какой-то вот, как внутренняя реальность совпадает с внешней. Здесь мы приходим действительно, ну, к тому, о чем многие духовные учения говорят, да, и так говорят, разными языками, но говорят, что мы и мир – это не что-то отдельное, это что-то одно. Просто то, как мы воспринимаем, вот, ну, мне в этом смысле ближе все буддийский язык, и, ну, буддийский язык, он как бы описывает это через такую вот иллюзию, ну, в том смысле, что наше восприятие, оно заточено на на что-то определенное, и это что-то определенное – это выживание, да, то есть оно, восприятие так сделано, чтобы мы лучше выживали, но это не для того, чтобы мы видели мир, жизнь так, как она есть, а для того, чтобы мы лучше выживали. А для этого не обязательно видеть мир, как есть, нам нужно видеть определенным способом и определенные вещи, чтобы выживать. Чтобы выживать, нам нужно все время сканировать мир на какие-то ресурсы, значит, ну, еда, в первую очередь, да, какое-то, вот, что мне нужно для того, чтобы продолжать существование свое. Но еще более важное с точки зрения, там, эволюции, жизни – это размножение, собственно, это чтобы я продлил себя, вот не только себя, а продлил гены свои, вот туда, дальше. И эта задача, поэтому она, как бы, еще более важная, чем собственное выживание. Там, во многих, у многих организмов, там, у пауков, например, да, известных, там, у насекомых, у многих, что как бы, мужчина, он вообще важен до определенного времени, вот, и потом становится едой для сэнки. Или там вот есть, знаете, такая еще рыба, я знаю, по-английски она называется англофиш, там у них женщина, она такая огромная, большая, круглая, и она, они глубоководные, они такие, выглядят ужасно, страшно такие, там, видимо, на глубине, как бы, не нужно выглядеть красиво, как-то, это они так, природа использует эту возможность, чтобы пострашнее сделать там. И вот эта женщина, она большая такая, круглая, плавает там, а мужики, они там, не знаю, в 10, может, или еще там, не знаю, во сколько раз, ну, короче, очень маленькие по сравнению с ней. И у этого мужика есть присоска, и он, значит, присасывается к ней, и потихонечку он в нее целиком внедряется и растворяется в ней постепенно. И через это она оплодотворяется. Вот. И бывает, что так в одной женщине там торчит сразу 6 мужиков. Вот. И. Вот она тайна. Что? Жизни. А? Алло, что? Так, что-то пропало. Жизни говорю. Пропадайте. Еще повторите, пожалуйста. Что вы говорите? Я говорю, вот она тайна жизни. А, ну вот, да, рассекреченная такая тайна. Ну, в общем, просто здесь очень такие видимые это идеи, что индивидуальная жизнь организмов гораздо меньше ценится природой эволюции, самой большой вот этой жизнью, чем, собственно, продление этой жизни через передачу генов. Соответственно, если у нас это основная вот эта задача, выживание такое вот, то у него есть вот эти механизмы, которые, опять же, описывает и буддизм тоже, и современная эволюционная психология, что вот мы охотимся постоянно на ресурс и убегаем от угроз, стараемся каким-то образом избежать угроз, угрозы жизни в первую очередь, до тех пор, пока наша жизнь ценна для продолжения жизни. И, в общем, понятно, что это такой механизм, достаточно жесткий, да, а как вообще это обеспечивается? Ну, вот через приятные и неприятные ощущения, переживания, да, приятное ощущение создает, что это влечение, соответственно, если я что-то пробую, меня влечет к этому, это, ну, часто, часто, статистически, часто это бывает мне полезно. Если я испытываю, там, скажем, испуг, страх перед чем-то, да, это неприятное ощущение, оно мне говорит, что сейчас нужно убежать, например. И, в общем, достаточно просто все это работает на уровне простых организмов. Чем сложнее организм, тем как бы усложняется вся эта система и чаще она дает сбои. И вот у нас появляется это сознание, которое гораздо больше всего этого, да, и вот такого механизма. И тут мы, вот если мы через этот канал уже, как если мы распознаем само сознание как таковое, то мы начинаем распознавать, собственно, что внутри него вот работают эти механизмы выживания, которые заставляют нас определенным образом чувствовать и видеть мир вот через эту призму выживания. но, как оказывается, если мы идем туда глубже, глубже через наши эти вот в частности практики работы сознания, как оказывается, все не так устроено, все не так, как выглядит. То есть, мы это начинаем обнаруживать сначала через такие какие-то намеки, как бы, намеки реальности и всякие странности. А потом, может быть, в более прямом таком виде. Это не значит, что мы перестаем видеть мир как он есть, точнее, перестаем видеть мир как вот до этого, когда он исключительно все это восприятие направлено на это выживание. Но я это метафорически сравниваю как метафору приводил на нашем программе, часто я вспоминаю в фильме «Матрица», как вот этот Нео в какой-то момент борьбы с этими своими врагами, этими агентами с этими, он вот вдруг видит одновременно вот она «Матрица», как она видима, как реальность, и в то же время сквозь нее он видит вот эту структуру «Матрица» в виде этих зеленых цифрик, которые там из чего у нас состоит. Как бы одновременно одно наложено на другое. И вот то, что мы прозреваем через буддийские практики, через буддийскую в целом практику или практику буддизмов разных течений, вот мы прозреваем это, что одновременно существует вот та самая реальность, которая обусловлена нашим выживанием и этими механизмами выживания. Но одновременно есть некое другое измерение, это реальность, с которой мы тоже можем входить в контакт. Каким-то образом, как будто видеть сквозь вот это вот. И для меня один из признаков вот этой вот неоднозначности реальности вот такой вот обычно мы ее воспринимаем. Это вот то, что вы как раз назвали вот эти все феномены, которые случаются с нами. И Юнг, Карл Густав Юнг, он называл это синхронии или синхронистичность. То есть он написал книжку на эту тему, целую книгу, которая так и называется синхронистичность. Очень интересно. Да. И ну здесь опять оно может он там в этой книжке просто тогда как раз в то время были первые открытия в области квантовой физики и он там на это как-то ссылается и мы действительно можем ну я просто не разбираюсь в квантовой физике но насколько я так могу судить со стороны видеть скорее не как бы зная не сами там вот эти законы не разбираясь в них в этих формулах и всем это скорее видя что что происходит с физикой и с физиками что вот есть обычная физика обычная механика да вот которая работает по определенным законам все эти законы были там открыты там со времен Ньютона там и дальше вот они они работают да на определенном уровне вот этот стол вот я его сейчас там трогаю он твердый на нем стоит компьютер компьютер тоже твердый он никуда не падает со стола да потому что вот работают эти законы физики в то же время существует одновременно с этим параллельно как другое измерение этой же этой же реальности которая описывается совсем другими вообще законами совсем другой другой вид другим через другое видение какое-то одновременно с этим параллельно с этим и эти две физики они как бы почти друг с другом не соотносятся они как будто из разных миров что ли и поэтому у физиков был такой длительный период привыкания к этому вообще да что и то и другое работает и то и другое доказывается так или иначе там опытами доказывается и даже ну и на уровне на основе там квантовой физики много изобретений уже сделано на основе вот этих законов да там например очень много всего что связано как раз с компьютерами насколько я знаю так там всякие транзисторы какие-то всякие электроника вот это и то есть это все работает но оно как бы существует параллельно поэтому на этот стол вот в обычной жизни мы можем смотреть вот таким образом вот у нас значит есть стол твердый на нем стоит твердый компьютер и все но глядя как бы вооружившись другим вообще другой оптикой вот чем вооружается там квантовая физика то есть какими-то супер-супер микроскопами которые рассматривают на уровне там частиц самых мельчайших и там обнаруживается как раз очень много странностей что это частица или волна непонятно что это стол и компьютер можно описать как какие-то волны вероятности как они их называют что это вообще какие-то что все вот так вот все зыбкое все никакой твердости тут нет и вообще там большая часть пустоты это реальность состоит по большей части из пустоты а сами частицы они могут быть одновременно каким-то образом и с этими волнами и все это зависит от моего взгляда вот пожалуйста такое описание ну не странно ли это не магия ли это а тем не менее это вот ну как наука признанная работающая в практическом смысле тоже на ней основано уже множество технологий скорее всего будет развиваться еще больше которые технологии применяемые нами вот в нормальном физике вот этом с нормальной механикой тоже компьютеры мы на них работаем прекрасно они стоят у нас на наших столах вот то есть вот я рассматриваю это тоже как метафору просто она может быть более понятна нашим опять же рациональному такому ориентированному на какой-то секулярный взгляд рациональный взгляд на жизнь на мир то есть ну мы просто видим что в общем-то мне кажется здесь пытаться на все посмотреть исключительно рационально вот с точки зрения только условной нормальной физики это в каком-то смысле скомерно в том смысле что знаете как говорят что ну с этим миром вообще все понятно вот так он работает вот он вот он состоит из этих твердых предметов вот есть стол на нем на нем компьютер стул я на нем сижу стол я за ним сижу все это функционально все это вот так все это объяснимо если мы сейчас это не можем объяснить то мы сможем это в будущем но вот та же самая квантовая физика она показывает что ребят все не так просто здесь все очень таинственно да можем что-то объяснять про это но чем дальше мы всматриваемся тем больше тайна открывается вот ну вот а как это связано с медитацией ну знаете здесь с одной стороны как я вижу есть определенная склонность у разных людей вот есть такие более рациональные видимо типы или какие ну я не знаю какие-то типы как-то у них определенным образом сознание сформировано и внимание определенным образом направлено на что-то в жизни а есть другие типы вот которые может быть ну которые я там называю мистический тип то есть человек человек склонный к тому или иному вот такому восприятию ну таинственности мистика здесь вот именно как если мы этимологически это слово возьмем то есть оно это 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 тайна да собственно это ну вот слово мист там как мистицизм это про это про таинственность вообще то есть если нет ну как бы оно у нас просто слито с какой-то там еще магией это слово часто но в целом это может описываться этим словом любая любой таинственный процесс который непонятен вот так просто сходу рационально вот поэтому мы можем сказать что ну вот мистики это просто те люди которые обращают внимание на тайну жизни вот в этом смысле можем назвать их так и ну вот я считаю себя таким опять же почему так получилось неизвестно вот некоторые люди рождаются с такой склонностью причем я родился в семье нормальных обычных людей у которых особо к мистицизму никаких не было никаких склонностей вот и но мне было всегда это интересно я обращал внимание вот если говорить об этом феномене как раз техране очень рано начал обращать внимание на это с детства ну какие-то простые там вещи сидишь читаешь книжку а тут радио в советском союзе все же радио слушали постоянно не выключалось просто и вот радио это балаболит там что-то говорит на кухне где-нибудь а я сижу в своей комнате читаю и какое-нибудь слово читаешь и в этот момент это же слово слышишь по радио и в этот момент что-то такое внутри так вздрагивает потому что вот действительно что-то совпало такое и ты на это обратил внимание еще вот как-то выхватил это ну а бывают какие-то такие вот странности там ездишь как-то ну заходишь в метро и встречаешь там в вагоне друга своего о котором тут еще может быть и думал недавно да то есть вот какие-то вот такие странные события от которых тоже становится как-то не по себе и ну вот то есть я говорю что я обращал внимание на такие вещи с самого раннего детства потому что они меня вот как-то ну завораживали действительно привлекали внимание своей тайной но что я потом заметил на протяжении жизни ну так как я достаточно рано начал заниматься всякими практиками там развития изменения сознания так или иначе да вот медитации там прочее то я увидел что если я интенсифицирую эти занятия то количество таких событий как бы увеличивается что вот это действительно если мы вспомним про вот эту метафору обычной физики и квантовой физики что как будто бы мы добавляем какую-то другую оптику она сама как-то у нас добавляется через которую мы начинаем смотреть на мир и вот это его таинственная мистическая составляющая она проявляется больше вот ну и здесь там если говорить о духовных многих там учениях это причем любые наверное в любой традиции можем увидеть это то у людей которые занимаются духовной практикой хотя у них может быть часто нет этой задачи но у них начинают проявляться какие-то необычные способности действительно там какое-нибудь провидение там что-нибудь видение вот как вы там угадали рождение ребенка вот и часто знаете здесь вот как бы просто с этим ну многие именно духовные учения не те которые стремятся к магии такой вот именно манипулированием управлением мира каким-то а именно скорее прозрением да прозрением в реальности ну вот как буддизм например то часто вот эти вот ну в индийских традициях индуизме буддизме это называется ситхи да вот эти необычные способности которые у людей случаются ситхи они чаще часто воспринимаются как такие ну помехи но в том смысле что они могут увлечь слишком к себе да что они ага то есть это как вот ситха это сила вообще ну как бы определенная сила которая у вас появляется необычная такая способность сила то есть появляется новый способ действительно как искушение манипулировать чем-то миром другими людьми там вообще чем-то вот и соответственно это может увлечь привлечь и вот в христианстве есть такое понятие прелести да прелести когда мы слишком увлекаемся вот этими необычными явлениями какими-то видениями вот и то есть получается так что часто они вот случаются вот нечто такое да но большинство таких духовных учений занимающихся именно прозрением практиками прозрения они советуют ну окей вот есть у тебя это ничего нормально пусть будет пока не исчезнет может исчезнет может может останется неважно неважно и это твоя цель это неважно если окей ты можешь что-то использовать например на благо там например людям подсказывать если но помни вообще вообще кто ты кто ты такой и не бери на себя слишком много тоже это очень важно потому что в чем тут еще большая проблема что если там как-то эго гордыня сцепится с этим да то вот возникнет эта сцепка теперь я вот такой всемогущий я такой это могу тут угадывать все мысли там или что-то провидеть реальность провидеть как оно все будет заглядывать в будущее видеть как все как есть все-таки это ограничено и здесь ну как бы для меня вот лично такое хорошее отношение к этому это как раз вспоминание о тайне у меня было естественно такое искушение когда там когда-то что-то то использует такое вот именно окей а вот синхронии да вот я как-то чувствую это как мне это теперь можно тут использовать что-то опять же это какая-то ерунда в том смысле что тайну ты не можешь ухватить эту тайну ты можешь только вот так делать вот так что можешь делать вот так удивляться как-то восхищаться удивляться вот как вы говорите это приятное ощущение именно какой-то цельности ну вот для меня я почему спросил похоже ли оно на чувство большей целостности но для меня это так что все эти синхронности эти события показывают мне указывают как указатели такие как пальцы вот эти указывающие на луну они показывают что смотри ты не отделен от жизни ты это не что-то живущее вот в этой среде пытающийся все время значит ухватить что-нибудь приятное избежать неприятного ты в каком смысле есть этот мир ты не отделен от него ты единое единое с этим это трудно описывать потому что невозможно фактически описывать любые описания они как раз они строятся на ограничении слово это то что выхватывает кусочек реальности ограничивает его собой слово даже если какие-то слова у каких-то слов есть несколько смыслов все равно это ограниченное смысл а реальность она получается она вот такая не ограничена ничем то есть там нет границ или они очень условно они текучи они вот и и поэтому вот когда мы здесь встречаемся с такой вот просто с этой цельностью ну часто это нас так как-то так вау да и это приятно еще ну потому что как мне кажется потому что это тоже нас это сообщает нам ну знаете я такого не так давно в какой-то книжке дзенской прочитал выражение один дзенский учитель это использовал духовные безопасности ну как раз потому что вот если я этот отдельный маленький которому все время что-то угрожает на которую жизнь охотится в виде каких-то хищников в виде болезней да изнутри которые приходят вот да болезни в виде чего угодно каких-то опасностей во времени да в виде моей старости вот старость ко мне подкрадывается все время да болезни подкрадываются смерть подкрадывается то есть я маленький я никогда отдельный от всего я никогда не смогу получить ту степень защиты которую бы я хотел ту степень безопасности которую бы я хотел никогда это невозможно если я остаюсь отдельным от мира маленьким существом борющимся за выживание невозможно здесь получить безопасность тотально ну вот тотальную глубинную поэтому все время оставаясь на этом уровне идентичности идентификации все время будем цепляться за это вот приятно и убегать это неприятно и поэтому если мы получаем опыт вот этой трансценденции такой какое-то вот единство так или иначе единство с жизнью это дает какое-то может давать ну и чаще всего дает переживание глубокой какой-то удовлетворенности именно такое чувство все хорошо с жизнью со мной все хорошо здесь никто не умирает ну понятно что от одной там какой-то синхронистичности такой вот одного события или там даже череды событий это наверное не произойдет но это как будто показывает вот в ту сторону да какой-то цельности где я не отделен если я не отделен то это существование оно оно продолжается оно вечно и как бы моя идентичность она как-то она сильно может меняться в связи с этим вот и это я действительно чувствую какого-то успокоения большего хотя по-прежнему вот я вернусь к этой метафоре с этим с нео да вот когда одновременно существует и эта матрица вот эта и эта жизнь выживательная да этого существа он отдельное существо по-прежнему существует как будто бы есть одновременно с этим еще и больше вот эта цельность я как все я как мир я как как бы одновременно с этим и и вот они продолжают существовать и тогда если идентичность она как-то меняется в сторону эту такую трансцендируется то ну как-то действительно там получается что ухать как минимум уровень беспокойства сильно снижается потому что это смертное маленькое я ну да оно будет стареть оно будет болеть оно умрет но если у меня есть переживания еще и большего себя большего я тогда оно перестает быть таким страшным потому что ну потому что есть еще что-то есть другое это большое вот и в этом смысле ну для меня ну важен такой мистицизм да как мы можем так назвать именно как раз просто отношение к жизни как к тайне и духовные учения вот эти они важны они которые ведут к трансцендиции те которые не ограничиваются каким-то улучшением исключительно личности просто поэтому там психология психотерапия личностная она полезна очень для того чтобы вот этот на уровне вот этой опять условной обычной физики да обычной механики что-то такое отладить в этом организме в теле уме в личности но важно вот ну для меня лично важно еще это духовное измерение да и то что чем занимаются духовные учения ну а в психологии в общем-то сейчас тоже есть определенные вот есть трансперсональная психология которая в общем-то ну как-то интегрирует это и обычную так называемую психологию психотерапию и вот эти вот такие духовные пути ну вот такой ответ как как вы откликнитесь да слушай ну вот про духовную безопасность это очень как-то мне сейчас попало внутрь потому что ну я вообще в целом чувствовала себя всю жизнь ну многие так наверное люди ну сильное одиночество и вот события которые происходят это как будто мир меня ну как бы принимает вот мир меня принял но просто 33 года жить там с одним представлением про семья свое одиночество и про мир и потом вот такие штуки получать ну тут поделиться с вами даже с точки психотерапевтичной кому-то это выгрузить потому что ну моя семья мое окружение это не практикующие люди и ну как бы тут наоборот другая сторона что ты чувствуешь себя ну не знаю можешь почувствовать себя каким-то странным я что-то вижу что-то нет желания этим воспользоваться манипулятивно как-то но вот то что мир принимает и правда ну как-то он показался как будто показался и показал вот я есть и ты часть меня очень здорово ну и правда и поэтому наверное возникает такое приятное чувство это наверное про безопасность как раз в том числе но и вот это чувство одиночества оно ведь тоже возникает от того что если я один маленький маленькое существо борющийся за выживание то я всегда один да я могу объединиться с кем-то с такими же одинокими вот встретились два одиночества три одиночества собрались пять десять тысячу одиночеств да и все они одинокие потому что каждый сам за себя каждый и там получается что если мы вот так вот живем только так и не знаем этого другого измерения такого ну вот назовем это духовным измерением мистическим измерением аистинным измерением если мы этого не знаем через опыт то ну мы никогда или очень сложно нам вот довериться полностью кому-то потому что я всегда буду чувствовать себя одиноким и биться об эти границы другого человека другого там существа и как бы если мы чем-то можем поделиться то это всегда очень ограничено и всегда есть это подозрение примут меня или не примут вот и это всегда как какой-то уровень напряжения остается вот мне кажется и поэтому ну вот то что вы сказали про там родственников про свое ближайшее окружение здесь поэтому и важно любой духовный путь не возьми какой любой традиции важно это общество единомышленников каких-то вот людей которые могут разделить вот ту часть с вами ту часть с кем и там действительно там можно и встретиться это всем по-другому вот если мы разделяем этот опыт где теряются вот эти вот границы где каждый за себя где мы как-то вот если там предположим два человека и они оба чувствуют такое случается когда мы переживаем это с кем-то вместе вот этот опыт расширения такого радикального трансценденции единства то тогда у них у обоих этот опыт есть уже и я не понимаю даже если они описывают это какими-то словами они понимают о чем это о чем это говорит вот и и поэтому важно конечно формировать какое-то свое общество либо входить в готовое там ну вот как у нас там есть эта группа ну вот как-то сейчас живем вместе так или иначе там как-то обмениваемся какими-то нашими переживаниями чувствами либо формировать просто свое да вот как-то собирать буквально там по крупицам или бриллианты вот этих людей которые говорят сами на одном языке которые могут разделять вот такой опыт тоже вот это конечно важно поэтому ну вот в том же буддизме там есть как они называют три драгоценности это Будда как вот собственно то переживание к которому мы стремимся как раз буддовости пробужденности вот этого видения видения жизни как она есть может быть вот как раз той другой части если в нашем контексте нашего разговора той другой части реальности видения этого второй дхарма это собственно путь это учение это практики вот что мы делаем конкретно контекст этого учения описание и третье это сангха вот собственно поддерживающие сообщества это люди с которыми можно этот опыт разделять обсуждать и просто быть практикать вместе потому что это ну как бы важно важно для того чтобы опять же на этом пути не чувствовать себя одинокими что потому что сами переживания они приходят и уходят тоже да мы как бы получается что ну я не знаю там опять же есть разные разные описания это вот и кто-то склонен описывать как некую конечную точку такую безвозвратную когда мы приходим вот в некий конечный пункт да ну пробуждение просветление и дальше уже как-то мы из него не уходим мы из него не вываливаемся я не знаю насколько это то есть я вот сюда сомневаюсь ну так как устойчивость в этом насколько она может быть прям возможно возможно какие-то люди но мне кажется в этом есть определенная идеализация такое вот стремление к идеалу вот что когда я тебя достигну то я стану буддой я стану просветленным и все и все что и все будет теперь прекрасно мне кажется это все-таки там ну я по себе могу сказать что в любом случае есть определенные такие трансформирующие какие-то этапы этого пути даже если это не какое-то там окончательное пробуждение но некие переходы но вот когда что-то прям радикально меняется действительно там ну вот я просто по себе чувствую что к чему-то я уже ну как я просто не могу даже вернуться как это было раньше вот какие-то мои там переживания в том числе этой отдельности этой какой-то заброшенности такой какой-то очень глобальный у меня было просто не просто что я одинок там отделен от других людей а что я вообще не принадлежу этому миру то есть это у меня достаточно долго было такое переживание как бы отдельности от мира вообще и какой-то чуждости этого мира и это изменилось вот например лет 10 назад и как я чувствую это как радикальное изменение что как бы я уже вот 10 лет того переживания которое у меня было достаточно таким доминирующим по жизни оно просто исчезло и его нет больше но вот да такое произошло тем не менее вот эти качели какие-то то в большей степени вот этот модус условно назвать выживательный или там сенсорический можно так назвать или в модус вот этого прозревающий глубину цельность там нирванический модуль модус оно как-то то больше то меньше да то есть все-таки ну раскачивает и особенно на там на каких-то более ранних этапах пути пока мы еще не укрепились вот в той условно такой нирванической реальности или какой-то более целостной реальности нам важна эта поддержка других нам важна поддержка каких-то учителей там просто более таких людей более опытных людей и поддержка любых попутчиков да те кто сможет разделить с нами этот опыт поэтому да конечно это важно разговаривать делиться вместе там не знаю медитировать сидеть что-то делать вместе разделять у меня у меня сейчас почему-то не знаю какие у вас сейчас чувства у меня почему-то сейчас отзывается все какой-то очень сильной грустью не знаю почему но как-то но наверное потому что мое ближайшее окружение очень далеко от этой тайны вот с одной стороны и с другой стороны как-то какая-то такая грусть может светлая но все равно от того что ну не такому уж большому количеству людей мне кажется это открывается но и не каждый хочет и способен это ну мир такой прекрасный вот он нас принимает и как-то грустно стало за тех кто так этого и не поймет да ну я у меня сейчас нет грусти но я у меня был достаточно долгий тоже срок срок в жизни когда я испытывал грусть даже у меня ну как как-то я даже рыдал иногда сильно но я просто когда вел тренинги такие интенсивные там я помню я еще был молодой ну а люди приходили разные и многие с какими-то очень прагматичными задачами такими и вот и вот тут как будто лежит вот оно вот смотри туда смотри вот здесь ты увидишь что-то огромное не надо сейчас это хватать вот это они не видят и от этого было грустно и вот я даже да не помню просто как я горько плакал на эту тему что вот но я примирился знаете и ну вот с моей семьей тоже я как-то всегда чувствовал себя таким выродком что у них было все очень как-то понятно вот ну как прагматично опять же какие-то жизненные цели они причем люди очень хорошие значит по-человечески там добрые сердечные хорошие люди вся моя семья и в этом мне повезло вот но никаких у них там мистических закидонов никогда не было и поэтому все мои эти поиски для них были странные вот я чем им благодарен что они никогда не вмешивались окей вот он там странный у него свои там эти какие-то свои жизни но это его жизнь и в этом смысле я благодарен родителям там брату всем ближайшим при этом ну как-то я время от времени пытался как-то вот со своими этими светлыми идеями но совершенно быстро как-то я понял что ну нет просто нет этого ну так как у человека вообще нет склонности туда смотреть и нет желания нет ничего да то как бы это просто не слышится это не воспринимается то есть на каком-то уровне там ну опять же на прагматическом с точки зрения какой-то психологии там да личностной все равно какие-то вещи они вполне себе и понятные и полезные и что-то я там помогал объяснял и и это принималось но на определенном уровне вот и поэтому в общем-то ну как-то я перестал уже достаточно давно я начали вот успокоился на этот счет как раз что моя родня там или какие-то вот люди с которыми у меня есть еще общение другое там параллельно ну в жизни со многими людьми общаюсь ну даже вот люди которые ко мне приходят там как клиенты ну многих просто задачки это ну что-нибудь так немножко себя поправить так и все получше было как-то вот и окей мне это нормально вот как получше и получше ну конечно мое сердце всегда радуется когда есть люди которым вот с которым я встречаюсь вот уровня вот этого какого-то глубинного такого духовного резонанса там мистического резонанса резонанса тайны вот этой потому потому что здесь я как-то чувствую вижу ну каких-то прям своих-своих вот с кем можно это разделять вот поэтому ну вот у вас печаль ну попечалься немножко что делать просто такое ну с одной стороны ты чувствуешь такое принятие открытия мира что вот оно а с другой стороны вот этих родных людей которые ну они ничего не говорят но как бы это еще хуже может быть просто такая молчаливая ну что-то иногда там сидит в шкафу напротив дверка медитирует ну главное что они там сильно не не умеют потому что ну это тоже не новость такая но вот мы с чем мы сталкиваемся как бы слава богу что нас хотя бы ну принимают в целом да как и что на каком-то уровне можем встречаться да в любом случае на уровень там быта личности и как-то вот на каких-то простых таких человеческом таком простом уровне но если посмотреть на историю человечества ну как бы это же ну условные мистики они всегда были подозрительны всегда и они всегда были такими странными и часто изгоями ну их как бы с одной стороны часто использовали потому что как раз вот эти вот необычные способности они какими-то знахарями были или там не обращались там за какой-нибудь помощью чем-нибудь там вот кто-то из них был там этими видящими какими-то да их боятся а в то же время когда они нужны они там помощь у них просят да вот но в любом случае в другие времена и в других культурах ну их там сжигали на кострах пожалуйста то есть как бы все очень так по-разному было и слава богу что нас хоть это не вешают и психушку не запирают наши близкие и родные не стараются переделать нас как-то вот но в целом ну так да я думаю что опять потихонечку и вы примиритесь но здесь вот я говорю что важно найти баланс с одной стороны отпустить тех кто живет по-своему ну а кто вот если мы там себя как-то выделяем в определенную группу даже но это во-первых условность все-таки да потому что в других-то областях мы все равно вместе со всеми остальными да на каком-то дистанциальном уровне мы все равно вместе со всеми мы все умрем мы все болеем мы все страдаем мы все старим и у нас у всех есть опять же какой-то быт мы едим мы там спим мы что-то кино смотрим делаем что-то такое как все вот а ну какая-то область которая другим кажется странным но нам тоже кажутся многие области странными да вот я например никогда не понимал футбол там или вообще какой-то спорт спорт мне кажется все эти люди смотрящие спорт ну каким-то очень странным ну что делать что они на что они тратят время своей жизни окей а мы вот на это тратим ну что делать поэтому здесь как бы клубы по интересам с одной стороны мы есть вот как бы в общем пространстве таком человеческом или даже там всех живых существ а с другой стороны у нас есть клуб по интересам где мы можем встречаться глубже теми с кем с кем можем с нашими с какими-то с соплеменниками да вот так что и то и другое важно вот опять здесь и то и другое получается куда ни посмотри есть всегда и то и другое и вот нам важно как-то это все объединять ну ань как вам с этой синхронии как-то чуть больше какой-то ясности появилась куда ее вставить грусти но ясности больше нет правда да но я еще начала читать юнга и там интересно и но он примеры свои какие-то тоже приводит ну такие простые там как про скрабей этого я приснил скрабей и тут же он улетел в окно ну вот ну да это правда про нашу ну какую-то общность про мир и вот про я еще хотела знаете на первую часть сказать про творчество и про вот эту историю потому что правда чем больше я сидела и заставляла себя вот ты должна написать вот у тебя есть там девять тем ты должна сейчас оно ничего просто не шло и потом почему я удивилась потому что ты просто садишься ничего не делаешь ничего от себя не требуешь и вот они чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик пришли и это очень классно и вот про то что вы говорили писать когда нету цензы какого-то мы сейчас пишем да и вот параллельно и вот параллельно с этим тоже мне легче ну в своем там творчестве писать прям ну оно совсем по-другому в общем это тоже здорово очень и первая и вторая часть хорошо ну что тогда можем сейчас закруглиться и если у вас будут появляться еще какие-то темы для обсуждения мы можем так вот время от времени встречаться спасибо вам большое спасибо вам за разговор то есть да соплеменники да хорошо счастливо тогда и до следующих встреч там до встречи до свидания пока да вам тоже счастливо до встречи